Мы продолжаем знакомить наших телезрителей с итогами прошедшего года. О том, каким был уходящий 2016 год для управления социальной защитой населения, что сделано, что предстоит сделать в текущем году, мы попросили рассказать замначальника УСЗН Махтибека Махтибекова. В 2016 году перед социальной сферой Хосердовского района стояли определенные задачи. С этими задачами, я думаю, мы справились. Что касается отдела детских пособий, хочу сказать, что у нас получатели ежемесячных детских пособий в Сфердовском районе зарегистрировано более 6 тысяч человек. Среди них это получатели единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу до полутора лет, ежемесячного пособия до 16 лет. Всем этим категориям граждан по декабрь месяц мы выплаты произвели в полном размере, помимо ежемесячных пособий, так как финансирование у нас в этом году чуть-чуть сократилось, но и по октябрь месяц у нас оставалась задолженность перед населением. Также по мере поступления средств мы эту задолженность уже погасим перед населением. 16-й год для нас был, конечно, не только для нас, для всей страны нелегким, так как экономический кризис, санкции, которые были введены против нашей страны, как-то повлияли. Но мы выстояли, выдержали и будем продолжать работать, потому что у нас одна определенная цель – помогать людям, чем и мы занимаемся. Также я хочу сказать, что в 2016 году были перед государством выполнены многие обязательства в социальной сфере. Возьмем, допустим, касающиеся выделения безвозможных субсидий на приобретение жилья. В Хасертовском районе у нас в этом году улучшили жилищные условия участники афганских событий, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалиды и участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. У нас улучшили жилищные условия два афганца, они получили сертикаты, каждый на сумму более 932 тысячи рублей. Получили безвозможные субсидии на приобретение жилья две семьи инвалидов, проживающих в Хасертовском районе. Также улучшили свои жилищные условия два участника ликвидации аварии на Чернобыльской аэс. Это тоже большой подпор, так как даже в трудные минуты государство не забывает своих обязательств перед населением. Что касается выплат, также по выплатам тоже государство выполняет все свои обязательства. Что касается, допустим, погребения реабилитированных лиц, социального пособия на погребение, все эти обязательства, все эти выплаты были произведены в полном размере. Также в 2016 год у нас прошел и в плане мер социальной поддержки для детей, оказавших трудной жизненной ситуацией плодотворно. В Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан было выделено на республику более 28 тысяч путевых в детские оздоровительные лагеря. Из нашего района тоже отдохнуло в этих детских оздоровительных лагерях более 350-40 детей. Эти были лагеря в приврежных зонах. Это морские лагеря, горные лагеря. Эти лагеря пользуются огромной популярностью не только нашей республики, но и за пределами. Были дети из других субъектов Российской Федерации, где, я вам скажу, мы посещали эти лагеря, и лагеря были очень бесподобные. Там была очень замечательная инфраструктура, питание четырехразовое, уход за детьми. В этом году, я вам скажу, лагеря были очень и очень в таком позитивном плане, очень хорошие. Также дети из нашего Волхотверского района отдохнули в лагерях соседней республики. В Нальчике побывали наши дети, тоже около 60 детей побывали в этих лагерях. Там тоже им очень понравилось. В этом плане дети почувствовали себя, как бы сказать, в положительных эмоциях, да, этим словом. Также перед нами в 2016 году стоял определенный план работ, который мы должны выполнить. По мере возможности мы благодаря поддержке и администрации муниципального образования Хосерковский район, и Министерство труда эти обязательства, можно сказать, полностью выполнили. И в дальнейшем тоже мы будем эти обязательства выполнять. В 2016 год у нас и в плане предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам тоже прошел неплохо. У нас, конечно, есть задолженность перед категорией граждан, но это связано, прежде всего, с отсутствием финансирования. По мере поступления финансирования вся задолженность перед населением у нас будет в любом случае погашена. Мы ждем финансирования. Нашим министерством проводится определенная работа. Мы направляем ежеквартально, ежемесячно заявки с потребной суммой. Мы постоянно интересуемся в Министерстве труда, когда будут средства и когда будут погашены задолженности. Эти обязательства тоже перед населением мы выполним. Также я бы хотел отметить то, что мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых районах, касающихся социальной сферы. Мы тесно взаимодействуем с центрами реабитационных центров, с комплексным центром социального обслуживания. Мы социальные службы между собой взаимодействуем. И большое спасибо, конечно, средствам массовой информации, телевидению, газете местной о том, что всю нашу проводимую работу вы информируете, разъясняете для населения. У нас были, конечно, изменения в конце года, касающиеся по выплате инвалидам, касающиеся многодетных семей. Все эти изменения мы доводим население через вас, через средства массовой информации. Огромное вам спасибо. Также у нас, когда нам тяжело, когда нам трудно в работе, нас всегда поддерживает администрация Хосвердовского района. Огромное спасибо им за ту поддержку, понимание. Без их поддержки и понимания у нас тоже бы работа очень строилась бы сложно. И в дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы и наступивший год был плодотворен, и все обязательства, которые мы на себя взяли перед населением, реализовать в жизни. И мы будем все для этого делать. В свою очередь Махтибек Махтибеков поздравил жителей района с наступившим новым 2017 годом и высказал свои пожелания. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить жителей нашего Хосвердовского района с наступившим новым годом. И сегодня у нас старый Новый год. Пожелать всем вам крепкого здоровья, удачи, успехов. И чтобы, как бы сказать, все ваши желания, все ваши пожелания мы выполняли и будем выполнять, и чтобы у вас в жизни было все хорошо. Со своей стороны Управление социальной защиты населения хочет заявить, что в рамках наших полномочий мы, наш коллектив, наша социальная армия будут делать все возможное для того, чтобы все обязательства перед незащищенными слоями населения, перед получателем льгот мы реализовали. И у нас есть этот план график на 2017 год. У нас уже определены основные направления в этой деятельности. Мы будем слаженно вести эту работу в 2017 году. И надеемся, 2017 год будет более платформен для вас, для населения по оказанию нами вам успехов. Мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям в адрес жителей нашего района. Мира, счастья и добра вам, уважаемые друзья!